И всем большой привет! Хочу представить вам свою новиночку. Это гибрид Тайшин Fly Eagle на Tetraspy C1. Очень интересный и очень красивый гибрид, скажу честно, зрелищные цветы. Вот этот вот переход красного в желтый и, собственно, весь цвет красный-желтый он взял от... Боже мой, вот это вот все Fly Eagle. Достаточно сложненькое название у гибрида, но вот эту вариативность лепестков, когда частично окрашены, какие-то прокрашены, какие-то не очень, это от Tetraspy C1. Смотрится просто обалденно, рекомендую. По уходу пока ничего говорить не буду, потому что я его недавно получила, получила цветущим. Огромное спасибо продавцу. Купила я его с рук, поэтому поставщика я вам не подскажу. Вот такая вот безумная красота. Это она еще и ароматная, ко всему прочему, и шикарная мохнатая губа. Губа просто обалденная, очень контрастная, потому что сами ворсиночки у нас белые, а губа вот такая вот пурпурно-темно-розовая. Очень-очень интересно смотреть. И кто любит нынче модно сзади цветы фотографировать, сзади он тоже прелестный. Сейчас покажу вам. Вот такой вот он, как из кирпичиков. Красивый, очень красивый малыш. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрим на губку. Вот такая обалденная, мохнатая губочка. Просто вот хочется ее трогать и чесать. Она такая интересная. Кстати, вот эти вот наросты по краю я не замечала, пока не одела макролинзу. Мне теперь очень интересно посмотреть глазами, как это выглядит. Вот такая, не знаю даже, мохнатая, но похоже, знаете, как прорезиненная. Классная. Нет, действительно, умопомрачительный товарищ. Вот такой вот он интересный. И вот здесь вот мы с вами можем рассмотреть даже такой у него интересный. Видите, прикрытый калус с желтым, с пятнышками. Очень интересный товарищ. Думаю, что этот гибрид заслуживает все-таки отдельного внимания. Действительно, я вот сижу, мне не хватает слов, у меня крутится в голове умопомрачительный. Красавчик все подобные эпитеты. Действительно, очень интересный стоящий вариант. Даже для тех, кто собирает просто этот распис, за вот эту вот их вариативность. Вот вам более такой цветной, скажем так, вариант в коллекцию может пригодиться. Ну и, конечно же, кто любит ароматиков, он очень-очень приятно пахнет. У него приятный цветочный аромат. И вот, честно говоря, сейчас не могу вспомнить с нотками или кислинки, с лимоном. Секунду. Понюхала. Понюхала. Нет, нет ноток лимона. Это я с кем-то другим сейчас путаю, на самом деле. Но очень приятный цветочный и очень ненавязчивый. И вот он, знаете, пахнет вокруг себя. То есть, если вы подходите к подоконнику и смотрите в окошко, вы чувствуете, вот, о, пахнет, приятно пахнет. Ммм, кто это? Но он не пахнет на всю комнату, на весь балкон. И когда вы нюхаете его вблизи, он пахнет очень приятно и не бьет в нос. Вот такой небольшой у нас получился портретик орхидеи. Портретик этого милого фаленопсиса. Повторюсь еще раз, рекомендую. По уходу пока ничего не скажу. Об этом расскажу уже, наверное, где-то через годик, когда посмотрю, как он будет реагировать на то, что у меня в квартире. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, пишите обязательно комментарии. Очень люблю комментарии, на все отвечаю, все читаю. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.